Добрый вечер. Добрый вечер. Прежде всего о зеркале. Опытным путем установлено, что ни один мужчина не может понять женщины вообще, ее души. Особенно в те минуты и часы, когда она стоит перед зеркалом, собираясь в гости. В это время она бывает настолько решительна в своем стремлении стать красивой, что внушает уже не восхищение, а страх. Спрашивается, куда девать мужа? Заставить его заняться чисткой раковины или мытьем полов. Жаль нового костюма, который он поспешил надеть. Так как еще два часа тому назад вы сказали ему, что готовы. Поэтому лучше всего выставить его в подъезд. Тогда он не сможет произнести обычную в этих случаях фразу. Если ты сию же минуту не прекратишь кривляться, я разнесу это проклятое зеркало в дребезги. Но! Вот все сборы уже позади, и вы, наконец, в гостях. Вопрос ритма, в котором следует поднимать бокалы за праздничным столом, является одним из наиболее спорных. Да. Одни предпочитают это делать в ритме бегуна на 100 метровку, а другие в неторопливом темпе стайера, у которого впереди еще 10 километров. Решающее значение тут имеет личный опыт каждого. Как правило, опыт не позволяет нам совершать одну и ту же ошибку в седьмой раз. Однако, позвольте вам дать полезный совет. Идеальный мужчина... То есть, кто-то, кого знала ваша жена, пока не вышла за вас замуж. Идеальный мужчина, поднимая свой бокал, никогда не забудет посмотреть на свою жену. Женщины обладают поразительно развитым инстинктом, который позволяет им совершенно точно определить, когда мужу следует замедлить однообразные движения руки вверх-вниз, вверх-вниз. Следующий вопрос. Читать ли за праздничным столом стихи? Читать. Только не свои, а профессиональные. В них, как правило, удачно подобраны рифмы и расставлены все знаки препинания. А то, знаете, в человеке, который хочет читать свои собственные стихи, есть что-то от поэта и что-то от пегаса. Глупости тоже можно говорить, но только не торжественным тоном. Благодарим вас за внимание. Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Проходите, пожалуйста, пан Владик вас заждается. Да? А вот и пани Тереза. Они с Владиком прекрасный пример для подражания. Их семейные ссоры всегда заканчиваются боевой ничей. Владик! Здравствуй, дорогая, добрый вечер! Здравствуй, дорогой! Скажи мне, пожалуйста, ну что это такое? Что? Стоит мне на секунду вздремнуть после обеда, как ты мгновенно куда-то исчезаешь. Ну, дорогая, ты так крепко спала, что я... Ничего подобного. Я даже во сне видела, как ты зашел в ресторан. В какой ресторан? В стеклянный. Я подошла, а стала тебя звать, стала кричать, но ты словно оглот. Да, но ведь стекло плохо пропускает звук. Да? Конечно. Впрочем, меня другое интересует. Скажи, пожалуйста, где ты взял деньги? На ресторан? Понятия не имею. Ну, это был твой сон, тебе виднее. Ну, возможно, занял кого-нибудь. У кого? Откуда я знаю, кто дал, у того и взял. Чем, интересно, ты собираешься отдавать? Добирал вовсю! Ну, а что ж ты хочешь? Не сосиски же мне заказывай. Пожалуйста, можешь пропустить хоть весь наш дом. Я уйду. Я уйду к маме. Ну, это уже слишком. Ну, это слишком уже, честное слово. Ты что хочешь, чтобы я еще отвечал за твои послеобеденные сны? Я знаю. Я знаю, это все из-за той женщины. Какой женщины? С которой ты сидел в ресторане. Брюнетка. Блондинка. Красивая. Страшилище. Нет, ну, это тебе так, наверное, через стекло показалось. Кто она такая? Ну, откуда я знаю, как раз тебя хотел спросить. Ну, ты же с ней сидел. Ну, это было в твоем сне. А куда вы потом собирались? А мы разве собирались? Да. Вы вышли из ресторана и направились к автомобилю. У меня был автомобиль. Да, был зелененький. Ты сел за руль и распахнул перед ней дверцу. Ну, ну, ну. Что ну? Я подошла, я стала тебя звать, я стала кричать. Ты говорю, куда собрался? Ты говоришь, в Карпаты. Я говорю, в какие Карпаты? Ты что, спятил? Лучше пойди принеси белье из прачечной. Ты только хмыкнул и включил мотор. Ну, ты тоже знаешь хороша. Человек собрался в Карпаты, а ты пристаешь к нему с какими-то домашними мелочами. Что дальше было? Дальше. Дальше? Да. Я вас подожду. То есть как? А вот так. Взяла бензин и подошла. Да как ты? Да что это такое? Да как ты могла? Я целыми днями торчу на работе. Устаю, как этот самый я не знаю что. Отдаю тебе всю зарплату. И вот когда мне так повезло, когда у меня есть все и деньги, и автомобиль, и все это бензином. Угу, сознался, убежать хотел. Но-но-но-но-но-но-но, будешь сидеть дома, как миленький. И не видать тебе никаких Карпат. Добрый вечер. Добрый вечер, пани Тереза. Добрый вечер. Добрый вечер, пани Тереза. Вы слышали, какой утром был сильный дождь и гроза? Нет, к сожалению, не слышала. Ко мне забегала поболтать пани Моника. Пани Тереза очень добрая женщина. Она прощает Влада, когда же тогда, когда тот ни в чем не виноват. Добрый вечер, дорогой. Добрый вечер. Почему ты меня не встречаешь? Ты знаешь, моя прелесть, мне кажется, что эти встречи обходятся мне все дороже и дороже. Пан Владок, недавно пришел к выводу, что пора снова носить женщин на руках, а то хозяйственные сумки у них стали очень тяжелые. Пан директор посылает мне срочную заграничную командировку. Владок? Да. Что ты говоришь? Не может быть. Может. Куда? Только далеко. Я понимаю. Секрет Треста. А зачем? Затем. Ну, все-таки, Владок. Ну, видишь, мне поручено заказать уникальные трубы диаметром 436 миллиметров. Куда? Жутко серьезная деловая поездка. Как я рада, дорогой, что это поручили именно тебе. В таком случае, Владок, нам с тобой необходимо обсудить очень важные вопросы. Значит так. Подожди, 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 я обязан тебя предупредить, что у меня там не будет ни секунды свободного времени. Так что, если ты имеешь в виду магазины, то... Что ты, Владок? Нет, ну что, я не понимаю, что ли? Да что ты? В кои-то веки человеку поручили ответственнейшую командировку. Ни в коем случае. Конечно. Ты о магазинах даже и думать не смей. Нет. Купишь войдоку джинсы и немедленно домой. Нет, минуточку, но трубы... Только непременно фирмы Лайф. Цвет голубой. Размер очень легко запомнить. Отбрасываешь от диаметра труб последнюю цифру и прибавляешь номер нашей квартиры. Запомнил? Запомнил, только... Тогда слушай дальше. Зося Потемковская, дочь тети Агаты, выходит замуж за футболиста. Да, очень рад за нее. Владок, ей совершенно необходимы длинные белые перчатки. Только там можно достать. Размер 8. Я надеюсь, ты помнишь, что Зосе 24 года. Да я в жизни не видел эту Зосю. Почему я должен помнить? Ну и правильно. Ты совершенно не должен об этом помнить. И не надо тебе об этом помнить. Не надо. Не совершенно не надо. Все. Абсолютно. У тебя ответственнейшая командировка. Конечно. Да. Ты только вспомни день нашей свадьбы. Месяц можешь не вспоминать. И потом от 24 отними этот день. И ты получишь размер Зосиных перчаток. Как? Нет. Зачем? Ну зачем так сложно? Ну что ты, Тарас? А как? Гораздо проще взять первую цифру диаметра труб и помножить на два. Почему на два? Потому что наш телефон начинается с двойки. Владок, ты гений. Ну, я надеюсь, что... А тетю Стефу ты помнишь? Какую тетю Стефу? Тетю Стефа, которая выходит на пенсию. Ей совершенно необходим стеганный халат восточной расцветке. Размер 62. Владок, это проще простого. Сложи Зосиные перчатки с костюмом Войтыка и вычти все окна нашей квартиры. Нет, нет, нет. Так легко запутаться. Зачем? Почему? Лучше вычесть Войтыка из тети Агаты и прибавить квартиру дядюшке Сбышика. Владок, Владок, умница, умница, гений. Но я надеюсь, ты понимаешь, что если мы тете Стефе привезем халат, то дядя Сбышика обидится. А что, тоже выходит на пенсию? Нет. У него радикулит. Ему совершенно необходим гагачий жилет. Гагачий жилет. Да. Размер 50. Владок, это проще простого. Понятно. В прошлом году дядюшке Сбышику исполнилось 64 года. Делишь дядюшку пополам, вычитаешь 12 по числу месяцев в году. Потом прибавляешь те 30 злота, которые нам должен пан Гималайский. Подожди, подожди. Значит так, Войтыку 12 лет, Зосия выходит замуж за тетю Агату, а дядюшка Сбышик выходит на пенсию в восточном халате. Нет же, это тетя в халате, а дядя в жилете. А что они от меня хотят? Пусть меня оставят в покое. У меня самого белые перчатки, восьмой номер. Спокойно. Владок, успокойся. Не могу, успокойно. Успокойся. Пожалуйста, водички дайте. И гагачий жилет. Перестань успокойся, Владок. По числу месяцев в году. Прекратите сейчас же, перестань, тебе нельзя волноваться. Выпей водички. Ты чего? У тебя ответственничая командировка. Мне уже лучше. Лучше? Лучше. Тогда так. Давай сейчас проверим, все ли ты запомнил. Не беспокойся, у меня железная память. Итак, Войтек. 43 плюс квартира. Умница. Зося. 4 на 2. Гений. Тёша Стефа. Делим на 2, отнимаем 4, прибавляем 32. Владок. Владок, нет, ты гений. Нет, ну, пан директор просто знал, кого посылать за трубами. Только, кстати, дорогой, ты смотри, не забудь о трубах. Какие трубы? О чём ты говоришь? Нет уж, только труб мне ещё не хватало. Всё. Владок. У меня уже полный комплект. Привет, я пошёл. Куда ты, дорогой? Замуж за тётю Агату. Владок, остановись. Иди, какие разговоры. Перестань нервничать. Я всё сказал. Я тебя прошу, перестань. Владок, прекратись. Владок, ну что ж, по-моему, всё очень удачно получилось. Здесь просто. И я совсем неплохо поработала. Правда же, Владок? Да. А ты не хочешь меня ничем порадовать? А что ты имеешь в виду? Сегодняшнюю премию. А никакой премии нет. Не дали. А это уже другой рассказ венгерского писателя Дзьерди Микиша «Премия». Вот как? Не дали? Нет. Почему же? Не выполнили план по готовым изделиям. И вас лишили премии? Да, к сожалению. Понимаешь, должны были дать, но... Ужасно жаль, Владок. Ужасно жаль. Нам деньги сейчас так нужны, ты же знаешь. Очень, да. Ну что ж, видно, ты уж не тот работник. Сдаёшь? Видишь ли, я бы этого не сказал. А ты не обижайся, не обижайся, дорогой. Рано или поздно это с каждым же может случиться. Ведь не могут же давать премии всем. Их же получают только лучшие, ведь правда? Ну, конечно. Ну, а перед тем, как дать премию, каждую кандидатуру, очевидно, обсуждают. Кто заслужил? Кто не заслужил? Ну, нет, видишь ли... Владок, ну ты не расстраивайся, не расстраивайся, дорогой. Ну, не получил, не беда. Другие работают лучше тебя. Другие? Так я с любым могу потягаться. Я же с любым могу потягаться. Не огорчайся, ты не огорчайся, не огорчайся ты. Вот ты же ведь не виноват, что родился таким нерусторопным. Ну, а Ковальский? Ковальский, он, видимо, ещё не потерял хватку. Кто? Ковальский? Ковальский. Да, этот Розинин, этот Мямля. Мямля. А премию получишь, понимаешь? А ты не расстраивайся, не расстраивайся. Это просто смешно. Не огорчайся, не огорчайся. Просто смешно. Владок. Это смешно. Не горю, тебе смешно, а он получил. Ковальский? Да. Да он, да я... Да, 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 да. Спокойно, Владок, спокойно, дорогой. Я с тобой, будь мужчиной. Я и так тебя люблю. Без премии. Так вот, прими к сведению, что я получил премию. Да, пятьсот злотых. Да что ты говоришь? Я тебе сам их хотел отдать, все как-то вот отвлекался. А ты не отвлекайся. Вот теперь уж не отвлекайся, дорогой не отвлекайся. Пожалуйста, пятьсот злотых. Ну, как мой радует Владок. Сто. Двести. Триста. Четыреста. Ковальский. Четыреста пятьдесят. Ковальский. Четыреста пятьдесят. Четыреста пятьдесят. Четыреста пятьдесят. Раз. Просто смешно. Четыреста пятьдесят. Два. Пятьсот. Просто смешно. Владок, эти деньги я отложу на покупку машины. Ах, все-таки приятно, когда много денег, а? Да есть вещи, дорогая, более ценные, чем деньги. Да, дорогой. Но нужны деньги, чтобы приобрести эти вещи. Вот, например, машины. Память, я спрашиваю. Я хочу нас, пожалуйста, не расстраивайтесь. Не ссорьтесь. Мужик, вы можете попрошу вас. Вот всегда. Зачем я вышла замуж за этого нелепого человека? За мной же ухаживали десятки мужчин. Они были умнее тебя, я думаю. Ну, теперь я в этом просто уверен. Боже мой, каким же я был, когда женился на тебе. Да, дорогой. А я так тебя любила, что этого не заметила. Теперь все. Все, довольна. Разводимся. Разводимся. Сейчас же, но медленно. Даже попав из рассказа Степани и Градзенской шоссе с супружеской парой в рассказ Феликса Дерецкого «Развод», Тереза сумела остаться очень практичной женщиной. В своей семье она так крепко взяла в свои руки инициативу, что чуть не задушила ее. То есть как разводимся? А как же наша машина, наша... новая мебель, которую мы позавчера купили? Машину ты уже разбил. Да я бы ее не разбил, если... Разбил, разбил, разбил. Мебель. С мебелью очень просто. Пожалуйста, смотри. Вот тахта, сервант, книжный шкаф вместе с баром, стол, стулья. А где же портрет прадедушки? Пожалуйста. Вот твой портрет прадедушки. С борзыми у ног. С борзыми. Так вот. Тахту беру я. Очень хорошо. Но за это ты мне отдашь стол и стулья, а я тебе уступлю портрет прадедушки с борзыми у ног. Очень нужен мне твой портрет прадедушки. Кстати говоря, по последним связям он вообще никогда не был охотником. Не был? Не был. Прадедушка. Прадедушка. Да я сам помню, как он из дуб. Пожалуйста. Возьми себе прадедушку. А мне отдай стол и стулья. Как? Вот так. Ты хочешь получить прекрасные дубовые стулья за прадедушку, который никогда не был охотником? Хорошо. Чтобы избежать лишних дискуссий, предлагаю уладить это дело полюбовно. Я беру тахту, сервант, книжный шкаф вместе с баром. У тебя остается прадедушка. За это ты мне отдашь приемник, стол и стулья. Помилуй, я же тоже хочу жить. Живи. Тереза, а, собственно говоря, что такое развод? Так, пустая формальность. Может быть, начнем жизнь? Цветами. Сначала? Начинать жизнь сначала. Сначала с одного прадедушки, который, кстати говоря, никогда не был охотником. Это мой дорогой, хорошо для 20-летних. А ты нищий. Да я... Нищий. Нищий. У тебя даже мебели нет. Владик. Кстати, о мебели. Ты знаешь, это Ковальска из 10-й квартиры, наша соседка. Как увидела вчера нашу мебель, позеленела от зависти. И сегодня себе места не находит, завидует. Почему ты так решила? Как ты думаешь, зачем она подарила нашему Войтуку набор? Юный столяр. Нашу мебель. Ты смотри, следи за Войтоком вопа. Тереза. А разве мы не разводимся? Нет, дорогой мой, ты пока не починишь автомобиль, о разводе даже и думать не смей. Как бы ты этого не хотел. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Это наши старые знакомые Тереза и Владок. В семейных баталиях Тереза обычно берет Владока сердечным приступом. Добрый вечер, Пан Ладок. Добрый вечер, Пан Ладок. Вы знаете, мы с тобой частенько опаздываем. Раньше, когда Владок за мной ухаживал, он возил меня в такси, а теперь мы ездим в трамваи. Дорогая, я тобой горжусь, поэтому хочу, чтобы тебя видела больше народу. Вы знаете, в этом трамвае было столько народу, что даже некоторые мужчины стояли. Зосенька. Зоси, можно вас на минуточку? Да. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогая. Принесите, пожалуйста, две крышки от кастрюли. Две крышки от кастрюли, раз. Еще одну столовую ложку, один большой кухонный нож и одну миску, эмалированную. Эмалированных нет. Тогда алюминиевую. Алюминиевую. И все, все. А пить что будет? Ничего. Пока. А сколько мороки? Пан Юзин. Приволучие добрые. Не могли бы вы, как только я махну рукой, прокричать вот этот текст вон из того угла? С удовольствием. Вот, пожалуйста, только учтите все здорово. Ничего, закупать. Благодарю вас. Пан изобретатель. У меня, пан Туройс, пока. Не могли бы вы, как только я махну рукой, ритмично бить крышками друг от друга? Вот так. Бум-ба-ба, бум-ба-ба. Ну, попробуем. Нет, нет, нет. Как-то надо крепить. Крепче вот это. Еще раз. Бум-ба-ба-бум-ба-ба. Встаньте, пожалуйста, вот в тот угол, и я послушаю. Пан изобретатель немножко. Порепетирую. Простите, пожалуйста. Начали. К вам такая просьба. Не могли бы вы бросить на пол ложку? Пожалуйста. Нет, 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 нет. Ой, извините. Как только Тереза крикнет. Тереза, ты помнишь, что ты должна... Конечно, помню, это моя идея. Вы знаете, да, это моя идея. Как только Тереза крикнет, бросьте на пол ложку. Хорошо. Пожалуйста. Пожалуйста. Очень хорошо, вот так и делайте. Так. Теперь Пан Вотрубов. Да. Пан Вотрубов. У меня к вам такая просьба. Пожалуйста. Не могли бы вы по моему знаку непрерывно водить ножом по миске? Что я тут терпеть не могу? Пан Вотрубов, надо, дорогой, надо. Поверьте, надо. Очень. Очень хорошо, очень хорошо. Только встаньте, пожалуйста, вот сюда. Пожалуйста. Погубите, пожалуйста. Вот здесь. Пан Вотрубов, по сигналу начнёт. Да, понимаете? Простите, пожалуйста, да простите, Пан Вотреза. Я не знаю, что это за игра, но я бы тоже очень хотела принять в ней участие. Ну, наконец-то. Пройдите к эстраде. Пройдите к эстраде. Встаньте сюда. И по моему сигналу спрыгнете с неё. Раз, два, три. Нет, как-то... Злата, ты знаешь, по-моему, нужно, чтобы весь оркестр спрыгнул. Великолепно. Вместе со всем оркестром по моему сигналу. Раз, два, три. Очень хорошо. Очень хорошо. А теперь, друзья, я буду разговаривать по телефону. Пожалуйста, приготовьтесь, запомните всё, что вы делали. Внимание, набираю номер. Раз. Два. Три. Начали. Монтропов, как дела с выполнением плана? Монтропович, как дела с выполнением плана? Алло. Алло. Пан начальник. Говорит ваш заготовитель. С самого утра сижу в четвёртком цели. Выбиваю материалы. Монтропович, как дела с выполнением плана? Мне что, вы ещё час придёте сидеть. Ухраняю, что всё будет в порядке. Всего хорошего. До свидания. Монтропович. Всё. Великолепно. Спасибо, друзья. Пожалуйста. Спасибо. Ну вот, а теперь можно пивка выпить. Да. Главное, акустика. Вы думаете, Владок сам до этого надумался? Нет. Этот способ подсказал ему венгерский юморист Иштван Колой, написавший юмореску под названием «Главная акустика». Влада! Паразово, что ты? Мне зачем было тормозить на скользком шоссе. Я стал тормозить, когда ты схватилась за руль. Я схватилась за руль, когда тебя стало заносить. Меня стало заносить, когда ты потянула ручной тормоз. Я потянула ручной тормоз, потому что ты понёсся, как сумасшедший. Я понёсся, как сумасшедший, чтобы удрать от фиата, которого ты обругала. Я обругала фиат, потому что, когда мы его обгоняли, его владелец посмотрел на меня и постучал пальцем по лбу. Да он постучал пальцем по лбу, потому что ты высунула правую руку, будто нам надо было повернуть направо. Я высунула правую руку, чтобы указать тебе, в какое дерево мы врежемся, если ты будешь так идиотски ехать. Но мы же врезались совсем в другое дерево. Да-да, именно так всё и началось в этой будущей супружеской паре. Я говорю будущее, потому что как раз сегодня в этом кабачке они решили окончательно выяснить, достаточно ли они грамотны, чтобы пойти и расписаться в ЗАГСе. Ты запомни, дорогой, мне нужен муж, который отлично водит машину. Я не хочу, чтобы кто-то из вас был постоянно в ремонте. Когда ты рядом, дорогая, любые аварии кажутся пустяком. Значит, ты меня любишь, милый? Очень. Я счастлива, дорогой мой. Что? А ну-ка. Что? Ну-ка, повернись к Свету. Пожалуйста. Откуда у тебя это? Что? Я спрашиваю, откуда у тебя на щеке губная помада? Какая помада, что ты говоришь? Вот. Где? Полюбуйся. Что ты на это скажешь? Удивительно. Меня это тоже несколько удивляет, милый. Дорогая, ты знаешь, какая давка в автобусе? В каком? Наверное, вот. В каком автобусе? Ты заехал за мной на машине. Разумеется, но... Чтоб добраться до гаража, я... Что ты лепечешь, солнышко мое? Гараж находится у тебя под окнами. Я не хочу устраивать тебе сцену, но прежде чем согласиться стать твоей женой, я хочу знать все. Итак, откуда эта помада? Садись. Как ты знаешь, ума не приложу, что и подумать. Просто понятия не имею. Если ты действительно страдаешь опасным провалом памяти, значит, тебе просто противопоказано жениться. Постой, дорогая, кажется так, вот когда я выходил из дома, дворничек... Ну, ну. Нет, я хотел сказать, тут как-то... Вот что, дорогой, если ты признаешься сейчас, больше ни слова об этом. А если нет, я тебе такой скандал закачу, какого здесь еще не видели. Выбирай. Ну, одним словом, дорогая... Понимаешь? Нет, не понимаю. Ну, короче, по дороге к тебе я встретился с Юткой. И она попросила подвезти ее до... Наконец-то! Выдавил! Значит, с Юткой, да? Понятно. Алло? Ютка, это ты? Здравствуй, дорогая, это Тереза. Послушай, как тебе не стыдно, а? Как это что? Как это что? Ты купила цикламеновую помаду и молчишь? Где ты ее достала? Косметики? Сколько стоит? Ого! Спасибо, дорогая. Спасибо. Обнимаю. Ты знаешь, мне сегодня приснился сон. Как будто бы захожу я в косметику. А там... Да-да, дорогая, да-да. Сколько тебе на это нужно? Спасибо, дорогой. Ты знаешь, я всегда мечтала, чтобы мой муж не был скрягой. И потом, мне еще очень хотелось бы, чтобы он умел петь и шутить. Показывать фокусы. Знать все последние новости. А когда надо, и помолчать. Знаешь, радость моя, может быть, в таком случае тебе лучше купить телевизор. Владик, ты знаешь, мне кажется, что наш дуэт в будущем будет очень удачным. Тереза, милая, ну зачем же ждать будущего? Аня, лучше ли попробовать это сейчас? Я знаю, что нам лучше. Так. Давайте встретим пани Люцину, как встретили тетушку Кшизину. Давайте. В том фильме. Помнишь, Владик, вы знаете, сначала все подумали, что она умерла. Ну. И очень обрадовались. А она вдруг приезжает. Ну. Очень смешная сцена. Очень смешная. Тереза и Владик, со стороны может показаться, что они не очень счастливы. На самом деле, это хорошая и дружная семья. Если они спорят между собой, то только о том, кто кого осчастливил. Ты помнишь, Владик? О каком фильме ты говоришь, дорогая? Ну, об этом детективе. Ах, это убитый идет по следу. Да нет же, но там еще был такой красивый блондин, который оказался убийцей. Ну, что ты взяла, что он убийца? Мы же смотрели только седьмую серию. Ну, и что? Этот актер любит играть в такие роли убийц. Он всегда играет убийц. Да нет, Минучек, простите. Не говори глупости, дорогая. Артист играет не то, что ему нравится, а то, что ему дает режиссер. Я просто убежден, что это не он убил. А кто же тогда крался по лестнице с револьвером? Да при чем тут револьвер? Ее зарезали кухонным ножом. Ты с ума сошел? Устанет такой элегантный мужчина резать кухонным ножом. Как тебе не стыдно, Владик? Ну, не стыдно, я не понимаю, что я что ли убивал? Да где уж тебе? Хорошо, если ты решишься в новом году попросить прибавки к жалованию. Вот блондин, это другое дело. Пойми-то наконец, что у блондина было алиби в момент убийства его не было в комнате. Да? Ну и что? Он мог стрелять через окно. Простите, а при чем здесь окно, когда ее отравили? Вот именно. Ее убил не блондин, а любовник, который тебя любит совсем другую. А, это рыжая с большим декольте? Если бы у меня было такое декольте, то мужчины сходили бы с ума. А ты знаешь, почему она носит глубокое декольте? Нет. Да потому что для женщины с ее ногами это единственное спасение. Ну, пожалуйста, скажите, как все-таки встретили тетю Кшиз? Нет. Пам директор, это была очень смешная сцена. Очень. Как только он пришел, к ней подошел тот блондин, который убил. Да не мог он этого сделать, это все любовник. Ведь если он любит ту, друг в декольте, то та другая без декольте ему мешала, и значит, он ее убил. Ну, знаете ли, если мы начнем убивать всех тех, кто нам мешает, то он... А? Ее убил блондин. Какой актер? Сколько обаяний, как он элегантно забрался в окно по приставной лестнице и отравил ту без декольте. Что значит отравить? Ведь ее убил эта рыжая. Декольте? Да. Открыл и газ, и ушла. А помните, она приехала уже после смерти. Здрасте. Расскажите, пожалуйста, как это было, как ее встречалось? Пан директор. Это очень смешная сцена. Как только она приехала, к ней подошел тот блондин, который убил. А, значит, это сделано не пани кшися из-за наследства. Почему кшися? Ну, почему? Почему? Ведь наследство было оставлено племянницей, понимаете? Да, племянницей. А как же ташь, декольте? Да, но у блондин-то было али. Да куда ни князь, а лазь, а лазь, а лазь, а лазь. А лазь, а лазь, а лазь. Какая-то немножко тиши, тиши, тиши. Тиши, тиши, тиши. О чем мы спорим? О чем? Ясно, как день, что это сделал муж. Муж? Муж. Не смеши меня. Этот растяпа, он как две капли воды похож на тебя. И потом из-за чего? По какой причине? А разве нужна причина? Нет, знаешь, это уже слишком. Убил блондин, и все. Ну, он настоящий мужчина. По-твоему, значит, только убийца может быть настоящим мужчиной. По-твоему, значит, только убийца может быть настоящим мужчиной. Скажите мне, как встретились этих женщин? О, директор. О, директор. Это очень смешная сцена. Как только она приехала, к ней подошел тот очаровательный блондин, настоящий мужчина, и сказал. Я тебе покажу, кто здесь настоящий мужчина. Убиваю. Добрый вечер. Добрый вечер. Боже, 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 боже. Он уже завернул за угол. Кто завернул за угол? Шшш, он приближается. Дорогая моя, это просто неузнаваемо. Неузнаваемо, да, спасибо, дорогой. Это очень важно. Все уже здесь? Кто все? Женщины. А, нет, ты как всегда первые. Это прекрасно, прекрасно, Владик. Значит, я успею дочитать этот детектив. Дорогая моя. Спокойно, не двигайся. Вот она и в сборе. Наша идеальная супружеская чета Тереза и Владик. Кстати, по утверждению Терезы, идеальный муж тот, кто считает, что нашел себе идеальную жену. Дорогая моя, пожалуйста, садись, поудобнее. У тебя сегодня праздник, мы готовились. Молодцы. Кто, мы? Молодцы. Нет, сыщики. Слушай, ты, по-моему, окончательно свекнулась на этих своих детективах. А все интеллигентные люди должны развивать и повышать свой интеллект. О! Ой, Владик, ты знаешь, детективы очень этому способствуют. Дорогая моя. Не влекай, спокойно, не отвлекай меня, Владик, я должна срочно узнать, чем там все это кончилось. Где? В доме с натертыми полами. Ну, ясно, чем. Мы ее отравили, а его зацементировали в статую дискобола. Не остри, пожалуйста. Тоже еще комиссар Мегре нашелся. Как-нибудь Альберто Флоранди лучше тебя знает, как разделаться со своими преступниками. А кто этот, он такой, Альберто Флоранди? Боже, с этим невежда. Я прожила 12 лет. Это же автор. Это всемирная величина. Сегодня им зачитывается вся Европа. Итальянец. Он мавр. Со сложной биографией. Ну, понятно. Он живет в этом доме с натертыми полами. Ты с ума сошел. У Флоранди роскошная вилла на Лазурном берегу. В доме с натертыми полами живет сэр Хьюгери. Англичанин. И тоже со сложной биографией. Вот этого как раз никто и не знает, потому что он вдруг срочно решил продать свой дом. Как-как-как? Значит, что такое получается? Натер полы и продает? Это тут что-то такое нечисто. А кто покупатель? Агент. По продаже недвижимости сэр Киггелтон. Ага. Всего лишь агент? Да. А что? И ты в это поверил? А ты думаешь, что это человек Карусели? Ну, я не хочу тебя ни в чем разубеждать, дорогая, но у Карусели должны быть свои люди в доме с натертыми полами. Но старый Митли найдет его мертвым на рассвете в голубой комнате. Правильно, Виш, а я что говорил? Старый Лиса Митли его раскусил и с парнем быстренько покончили. Но для Митли это оказалось тоже последняя ночь в зеркальном зале? Ну, еще бы. Митли раскусил сэр Киггелтона и нашел путь самому сердцу Карусели. Ой, до рассвета даже очень туманно. Ну, а как раз этой самой ночью, Гладок! Правильно, минуточку. А где была прислуга между восьми часами вечера и шести утра? Вся прислуга? Она была отправлена на пикник на остров ранних восторгов. Вот так и правильно. Я так и думал. Кто же тогда натирал в доме полы? Ты думаешь? Вне всякого сомнения. Гладок, подожди. Но ведь тут же сказано, что пары полы в доме натирал безымянный работник фирмы «Любимая корона». Адрес фирмы. Но Альберто Флоранди не сообщает адрес фирмы. Еще бы он не может его сообщить. Дорогой, ты что-то скрываешь от меня. Нечего от тебя скрывать, дорогая моя, но этот твой обожаемый Альберто Флоранди, твой мавр со сложной биографией, и есть человек фирмы «Любимая корона». Боже, Влад, как ты догадался, а? Слишком детальное описание дома. Совершенно ясно, что это именно он натирал полы и в голубой комнате, и в зеркальном зале. А позже, по приказу карусели, она же любимая корона, он заявил полиции, что Митли умер от усталости, а бедняга Кигглт он сам себе подсыпал в виски яд. Боже мой, Влад, что нам делать теперь? Что нам делать? Мы столько знаем. Где ты покупал эту книгу? Я? В киоске. На углу садовой и огородной. Тебя кто-нибудь видел? Нет. Подумай хорошенько. Кажется, продавец? Продавец. Продавец видел, Владик, что делать? Спокойно, тихо, продавца я знаю. Это наш человек. Я ему обещал утюг с двояк выпуклым дном для конспирации. Он будет молчать. Да? А эти? Эти. С этим будет посложнее. Придется их. Неужели? Да и как можно скорее. Владик, что ты собираешься делать, дорогой? Спокойно буду заметать следы другого выхода из дома с натертыми полами у нас нет. Да ты прав, дорогой. Другого выхода у нас нет.